Самый частый вопрос, с которым сталкивался я в жизни и с которым сталкиваются люди, которые приходят в нашу Академию управления мышлением, звучит примерно так. Как мне жить в радости и еще и в достатке? Ну и желательно в любви. Любовь, радость и достаток. И по сути 15 лет я этим уже занимаюсь, 15 лет я ищу ответ на этот вопрос и я хочу, чтобы вы досмотрели это видео до конца. Если вы хотите узнать, какой один самый важный навык может очень быстро перевести вас в это состояние, в котором вы будете генерить именно такую жизнь, то есть создавать жизнь, где у вас будет и достаток, и любовь, и радость. Всего лишь один навык, навык нашего мозга. Начну с того, что у нашего мозга, который создает эту реальность через мысль и действие, то есть мысль, действие, результат, есть две важные функции. Я всегда об этом говорю. Первая функция это выживать. Выживать. То есть вы живете. Это очень важно. То есть все живые существа хотят выживать. И вторая функция нашего мозга, вторая потребность даже мозга это удерживать нас в радости. То есть стремиться к радости, к наслаждению и убегать от боли. Все. Все очень просто. Вот они две. Выживать и наслаждаться. А что такое выживание для человека? Это не когти, не зубы, это деньги. Правильно? То есть достаток. То есть мозг, чтобы испытывать радость на чаше весов каждое утро, он должен понимать, что он легко выживет. То есть вы будете жить. И тогда он такой спокойно радуется, кайфует, путешествует, там покупает все, что ему нравится, кушает, пьет, ест, гуляет, отдыхает. Так вот, выживать это деньги для человека. То есть это главный эквивалент выживания. То есть вот и то, сколько у нас денег, и насколько мозг ощущает, что ему достаточно этих денег, чтобы жить столько, сколько он хочет, а еще и в радости. Тогда он спокоен. И когда-то, когда-то, мне исполнилось 30 лет, сейчас мне 51, и где-то с 20 до 30 лет я все время думал только о том, как выжить. Потому что изначально был такой очень низкий уровень нормы финансовой, очень сложная жизненная история. То есть я, если вы знаете, военный, то есть от Суворовского училища, потом военное училище. Потом я оказался в Москве, начал выживать, жили в подвале уже с супругой, с крысами, в комнате, где жил с нами еще один человек, за шторкой спал на раскладушке на обычной. И уровень выживания был, ну, практически, там, можно сказать, ниже плинтуса, то есть за чертой бедности. На самом деле мой мозг даже этого не осознавал. Я вот реально рассказываю, а мой мозг этого не осознавал. Я такой думаю, ну, нормально, там, в принципе, мы гуляли, отдыхали, но при этом выживали в этой лачуге. Но я все время думал только о том, как бы больше зарабатывать, как бы выживать. И навык, который тогда я начал в себе прокачивать, навык продавать. Продавать все, что угодно. Сначала я продавал Fumitox и бегал по подъездам, потом я продавал какие-то рекламные объявления, потом я, просто чтобы подработать, чтобы моя жена и мои двое детей, которые у меня родились, у меня родились двойняшки, чтобы мы смогли выжить, потому что денег не было даже на памперсы. То есть мы, вот мои родители приезжали, иногда помогали нам стирать даже марлю, марлевые повязки, чтобы просто выжить. Чтобы вы понимали, у нас не было денег на детское питание, поэтому я в благотворительном фонде получал детское питание. Вот, чтобы понять, с чего начинал мой мозг и с чего начинал я свою жизнь. И в 30 лет мое эго такое говорит вдруг. Ну, эго – это, собственно, моя личность. Мозг – это инструмент эго, а эго – это моя личность, которая говорит, «Стопа, что за фигня такая? Почему я так живу? Может быть, мне вообще уйти из этой госструктуры в какое-то свое свободное плавание и выживать одному, без всех остальных?» И я решил в 30 лет с чистого листа, просто взял просто жизнь свою, и вот с чистого листа начал свою жизнь. Я понятия не имел кем быть, единственное, что я так подумал, что я умею делать. Я подумал, я умею рисовать, я действительно умел рисовать, и я умел продавать. Я подумал, что я буду рисовать, это в 30 лет. Я не умел ничего, кроме как рисовать что-то и продавать все, что угодно. И я начал продавать интерьеры. Я начал рисовать интерьеры, продавать интерьеры, и буквально через год я открыл свою компанию, потому что мое эго было ого-го все-таки. Ну, как ого-го на том уровне. И я тогда подумал, как бы мне назвать свою компанию? я такой думаю, ну у меня уже такой 3А Антонов Андрей Александрович, и решил назвать свою компанию А в кубе хотелось бы же себя как-то вознести, корона была хоть и маленькая, но была я назвал свою компанию А в кубе и достаточно быстро мы начали набирать обороты в моем бизнесе, у меня появилось сначала 2 человека потом 4, потом 5, потом 10 в команде, но я увидел что конкуренты сделали такое же название А в третьей степени, как я и я такой, мое эго такое, говорит как это, как вы посмели это я, А в кубе, а не вы и я тогда решил свою букву А просто поместить внутрь куба, чтобы закрепить этот логотип вот он, этот логотип, я вам сейчас покажу вот это моя компания значит здесь вы уже видите, как в этом кубе смотрите, внутри куба находится буква А видите вот она хорошо видно да, этому кубу уже 10 лет то есть когда нам исполнилось 10 лет моей компании а у меня уже на тот момент была группа компаний мы создали вот такие кубики всем нашим сотрудникам у меня на тот момент в штате было уже более 50 дизайнеров и мы сделали более 5000 интерьеров по всему миру то есть у нас была группа компаний с филиалами в Дубае, в Абу-Даби, в Катаре в Европе, на Кипре и в России и мое эго раздулось до неузнаваемости вот 10 лет моей компании ну тогда, как вы понимаете мне было 40 лет при этом имея компанию я уже тогда где-то с 35 лет начал задумываться о том а как вообще устроен этот мир и почему когда у меня даже появился первый миллион долларов почему мое эго неудовлетворенное почему ему все равно не нравится то, что я путешествую то, что я имею денег столько, что я их не считал ну вот реально не буду скрывать я лет 10 просто их ну не считал то есть они просто были и их ну их хватало на опять-таки на тот уровень нормы который был у моего мозга на тот момент когда я делал этот бизнес управлял им вот но мой мозг был жутко неудовлетворен я все время был как белка в колесе и поэтому у меня уже на тот момент было 3 хронических заболевания было куча проблем там с детьми и с женой и с партнерами и с бизнес-партнерами потому что параллельно я еще открывал много бизнесов и они у меня благополучно открывались и разваливались там буквально через несколько лет потому что я на тот момент не понимал мой мозг не понимал как строить надежные крепкие отношения ну и с женой и с бизнес-партнерами просто разницы никакой нет с каким человеком строить надежные отношения но при этом я все равно вкладывался в людей То есть у меня были люди, которые работают со мной по 10 лет в команде, и я понимал, что человеческие ресурсы – это самое важное. Но при этом ключевую функцию, которую я выполнял в компании, в бизнесе, она оставалась прежней. Это даже уже не рисовать, сам я уже не рисовал. Главная моя функция была продавать. Что такое продавать, как я сейчас понимаю? Это профессионально давать ценность чего-либо, продукта какого-то. Если мы говорим про бизнес, если мы говорим про отношения, то в отношениях там то же самое. Мы каждый день с супругой, вот уже сейчас, уже на данный момент более 30 лет, мы друг другу что-то продаем. Продаем свои качества, свои какие-то потребности, продаем свои интересы. То есть все время мы кому-то что-то продаем. И вот продавать ценности, я понял, что это очень крутой навык. И в целом я считал, что я неплохо продаю, потому что я в итоге это продавал и арабам наши интерьеры. Один из контрактов, который я подписал в Катаре с шейхом Катара, только проект у меня был на полмиллиона долларов. Но, как вы видите, я почему вам показываю этот куб? Потому что вот эта буква внутри, это мое эго. А рано или поздно гордыня, а раздутая эго это гордыня, оно дает нам определенные побочные эффекты в виде кризисов, в виде потери, каких-то потери. Либо потеря здоровья, либо потеря денег, либо потеря отношений. Но потеря отношений в бизнесе с партнерами тоже потеря денег. А я потерял где-то порядка семи бизнесов с партнерами. Не понимал почему, правда не понимал. Я такой думаю, ну вот они какие-то не такие, или клиенты не такие, которые в суд подают. То есть я терял отношения, я терял деньги. И в какой-то момент у меня долг был 700 тысяч долларов, но это не то чтобы долг, это я просто взял кредит полтора миллиона долларов. Я в принципе достаточно там неплохо там им распорядился этим кредитом, но кризис 2008 года, нет, 2014 года, это ровно 10 лет назад, он привел к тому, что я не все рассчитал. То есть мне не хватало компетенции и знаний, поэтому долг 700 тысяч долларов, он привел к тому, что я утром просыпаюсь, мой мозг просыпается в страхе. Как я буду сейчас обучать детей, которые у меня в институтах учились на тот момент, как я буду платить зарплату. На тот момент у меня зарплата была только 7 миллионов, это где-то порядка 100 тысяч долларов фиксовых расходов в месяц. Я начал искать ответы на эти вопросы, почему со мной таким умным и офигенно взлетевшим, как мне казалось, происходят все эти проблемы. И получается, сейчас мне 51 год, с 35 лет я начал это изучать, и вот сейчас уже я этим занимаюсь 15 лет. И ровно 10 лет назад я открыл параллельно еще один бизнес по тренировке мозга. Я был, в принципе, психологом и коучем, и бизнес-коучем, я много получил разных дипломов и образований, действительно очень много начал учиться, где-то с 36 лет. И в 40 лет я решил этот бизнес потихонечку закруглять, то есть мое эго еще на тот момент очень такое было активное, и он говорит, нет, наверное, моя миссия в жизни не интерьеры создавать, не дизайн интерьеров, а дизайн жизней. И я в 40 лет начал потихонечку переходить из одной области, из области твердого классического бизнеса в область мягкой ниши, думая, что я там построил за 3 года компанию, и здесь я такой за 3 года в инфополе стану там, не знаю, кем-то лучшим психологом, лучшим коучем, лучшим нумерологом, но кем-то лучшим. Но не тут-то было. Мое эго лет 5 билось в закрытые стены, я вообще не мог ничего продать, чтобы вы понимали. То есть тот бизнес начал потихонечку задухать, потому что там не было собственников, кроме меня, я был единоличный собственник. У меня были только управляющие директора, которые благополучно начали сливать мои филиалы. И в какой-то момент я мог бы продать все это, я думаю, там хотя бы за миллион долларов, а я просто спустил все это на тормозах. Я никому, кстати, это еще не рассказывал. И в какой-то момент у меня просто все это пришло к упадку, все эти филиалы. Какие-то филиалы я закрыл, а основной свой центральный офис в центре Москвы, я его просто решил подарить. Подарить своему директору управляющему. Говорю, слушай, возьми просто, чтобы этот ребенок жил дальше. Ну и правда, там он мне один доллар за него заплатил, просто чтобы я такой, ну я продал за один доллар. Вот. И действительно, компания, она живет, она существует, ее можно найти, вот она называется А в Кубе. А в Кубе. А новая компания, которую я учредил 5 лет назад, начал я 10 лет назад, а открыл я ее, получается, примерно 5 лет назад официально. 8 в Кубе. То есть называется Куб 8. Куб 8. И почему я рассказываю сегодня эту историю вам? Она такая длинная получилась немножко, но она очень интересная. Сегодня утром, после пробежки, я занимался йогой, и вдруг я осознал одну очень интересную штуку. Как вообще появилась эта история с Куб 8? Уже не А в Кубе, а 8 в Кубе. Куб 8. Куб 8 расшифровывается ключи управления будущим. То есть, 5 лет назад я создал первый ключ, ключ к мозгу, ключ к решению какой-то проблемы, которая у нас возникает. И на создание первого ключа управления мозгом и жизнью у меня ушло, получается, 10 лет. С 35 до 45 лет. Я вам сейчас рассказываю, как есть. И первый ключ появился, получается, 45 лет мне было. Этот ключ изменил мою жизнь, потому что я реально избавился, уже навсегда избавился от всех болезней. Я решил очень многие конфликты. Ну, то есть, по сути, как бы, я решил с помощью одного даже ключа все вопросы, которые меня на тот момент еще сильно волновали. Я понял, что... Ну, то есть, я просто офигел от того, что все вот эти тонны знаний, тонны тренингов, сотни книг, которые я получил за 10 лет, все это сводится к трем маркерам. То есть, первый ключ, фактически, это три маркера, где у тебя есть какая-то проблемная ситуация, факт, где ты понимаешь, как ты хочешь, что ты хочешь, и как найти ключевое действие за 60 минут, чтобы эту проблему навсегда убрать из своей жизни. Проблему, которую создал мозг, наше эго. Вот. Так появился первый ключ, и в итоге я решил назвать компанию Куб 8, потому что в итоге я создал 8 ключей. Ну, это примерно в течение года появилось 8 ключей. Я назвал ключи управления будущим, 8 ключей. Но в течение 5 лет существования Академии управления мышлением, сейчас уже 18 ключей. И сегодня утром, когда я занимался йогой, я такой думаю, странно, а почему у нас 18 ключей, а называется Куб 8, ключи управления будущим. И вдруг до меня дошло, что оказывается, год назад, когда я сделал пятую версию программы, а когда я сделал пятую версию, мне пришлось перелопатить порядка 8 тысяч слайдов. То есть я сделал за 10 лет примерно 8 тысяч слайдов с практическими материалами, ну, и теоретическими. И из них появилось 8 законов жизни. 8. И я понял, что эти 8 законов жизни, их достаточно для того, чтобы решать бесконечное количество жизненных ситуаций. Вообще любые. Просто это как математическая модель бесконечного устройства мира, как вовне, так и вовнутрь. И на основе, на базе этих 8 законов, которые стали ядром нашей системы, и на основе этих 8 законов, основой которых, кстати, закон единства, то есть не А в Кубе, где я отдельный от мира, а я есть часть этого мира, я, моя жена, мои дети, вы, вот все, кто сейчас смотрят, то есть мы все единые. То есть мир един, Бог это создатель, это все, это бесконечный высший разум, это бесконечно прекрасный мир. Вот, и это реальное изменение, история всей этой. Так вот, и еще оказалось, что 18 тренажеров, сейчас называются не ключи, а нейротренажеры, оказывается, это 18 ребер этого Куба, представляете, я только сегодня это понял. То есть ядро, это 8 законов жизни, с помощью которых мы, применяя эти нейротренажеры, можем решать любую жизненную ситуацию. И не из эго нашего, а из понимания единства этого мира. Вот такое сегодня пришло осознание. С чего я начинал это видео? Какой главный навык, каким навыком нужно обладать для того, чтобы и выживать, и при этом жить в радости и в любви? Я думаю, что вы уже догадались. Навык продавать. То есть профессионально давать ценность людям из любви. То есть не из эго, пытаясь там кого-то спасти, кого-то чему-то научить. И хочу закончить всю эту историю тем, что я думал до вчерашнего дня, что я, нет, я периодически понимал, что я не самый лучший продавец, я всю жизнь учусь продавать, и я действительно много продал. То есть вообще моя главная роль, наверное, это продавать, продавать, продавать. И я сейчас вот вчера окончательно понял, что это один из самых важных и крутых навыков в жизни, потому что продавать, профессионально давать людям ценность из любви к ним, а ценность чего угодно, продукта, там еще чего-то, какое-то знание, навык, там товары, услуги, продавать равно выживать. Представляете? Вот да, это вот такое вот осознание пришло. И еще я понял, почему я 10 лет очень плохо продавал вот этот свой продукт. Потому что мое эго, оно периодически все равно выпирает, я же никуда не делся, я по-прежнему дуальный человек, вот у меня есть плюсы и минусы, у меня есть душа и эго, и мое эго иногда все равно выпирает. Это же путь, ну путь к просветлению, это же бесконечный путь, как мне кажется. И поэтому периодически мое эго вылезало и чуть-чуть передавливало где-то. И проводя вчера очередной тест-драйв нейротренажеров для мозга, ребят, я просто хочу закончить вот эту мысль, я вдруг осознал одно неправильное действие, которое делал по отношению к людям, которым я рассказывал о своем продукте. То есть я просто, честно признаюсь, манипулировал. Что такое манипулировал? Я давил на страхи и на боль людей своим мозгом. И конверсия была при проведении такого мероприятия примерно 5%, 5-10%, примерно 7,5%. И вчера я увидел всего лишь одно неэффективное действие и давил не на страх, а на ценность жизни. То есть я пошел только из любви, по крайней мере постарался это сделать. И из того, что мы едины, и то, что мы все можем быть счастливыми, используя бесконечные ресурсы этой жизни, и у меня конверсия изменилась с 7% на 40%. То есть просто я сделал одно действие при продаже. То есть я продавал из любви. И конверсия изменилась, как вы понимаете, в 6 раз. В 6 раз больше мне удалось продать. Просто одно действие. Просто я добавил любовь. То есть что такое продавать? Я прямо еще коротко вам поясню. То есть если мы берем любимое тело, то мы каждое утро, а ведь день это отдельно взятая жизнь, мы каждое утро продаем своему телу ценности жизни. А ценность жизни, когда мы понимаем своим мозгом, мы это тело совершенствуем, как храм души. Понимаешь? И мы тренируем выносливость, гибкость и силу, чтобы жить в этом храме долго, вот в этой земной реальности. Когда мы берем сферу отношений, то мы каждое утро, глядя на своего любимого человека, мы думаем, что какую ценность ему дать, то что ему продать. То есть дать ценность своему мужу, своей жене, своим детям. То есть это отношение с людьми. Тут отношение с собой, а это отношение с людьми. И третье, это любимое дело. Вы каждое утро, просыпаясь, думаете, какую ценность дать тому человеку или тем людям, на которых вы работаете, или с кем вы работаете, или для кого вы работаете. То есть это может быть ваш начальник, это могут быть ваши сотрудники, это может быть ваши клиенты. Вот это и есть продавать. И все это из любви ко всем этим людям, к себе, к своей семье и к тем, с кем вы строите бизнес или карьеру. Не всегда это получается. И понятно, что это тоже навык. И любовь, она, оказывается, качается, как мышцы. Но если это понять, что для того, чтобы иметь деньги, радость и любовь в этой жизни, нужно освоить этот навык. Продавать ценность себе, ценность этой жизни, ценность родителей. Продавать своему любимому человеку, мужу и жене, ценность себя, ценность нашей семьи. Продавать клиентам, ценность вашего продукта, в который вы верите и который вы выбрали. А по сути, в жизни есть три выбора основные. Выбор своего тела, выбор любимого дела и выбор любимого человека. А дальше с помощью любви и мудрости вы можете все это бесконечно масштабировать. Вот так я сейчас вижу эту систему Куб 8. Это система, которая увеличивает мудрость и любовь. И с помощью которой действительно можно продавать кому угодно, что угодно из любви, увеличивая любовь. Деньги и радость, чтобы быть счастливым и гармоничным человеком, прожить долгую счастливую жизнь. Вот такая история. И если вы хотите получить доступ к ядру нашей системы, 8 законов жизни, то мы вам их дадим не за 8 лет, не за 8 месяцев, не за 8 недель, а всего лишь за 8 дней и даже за 8 часов. Просто напишите «Хочу 8 законов жизни» в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова